В эти выходные Ростов наполнится аквапозитивом. В день города планируется много мероприятий, среди них и соревнования по аквабайку. Подробности у нашего гостя Натальи. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите про соревнования, по каким дисциплинам, что вообще будет происходить. В эту субботу жителей Ростова мы приглашаем посетить наш фестиваль, который называется «Аквапозитив», в рамках которого пройдет открытый Кубок Юга России по аквабайку. Если точнее, то в соревнованиях будут принимать участие два типа техники. Это «Скидивижн» и «Ранабаут», то есть это гидроциклы и аквабайки. Соревнования пройдут в двух номинациях. Первая номинация – это «Скоростные кольцевые гонки». В акватории базы отдыха будет создана специальная трасса, по которой участники будут принимать участие в скоростных заездах. Это драйв, это скорость, это, конечно же, опасно, это очень интересно, за этим можно наблюдать и наслаждаться данным зрелищем. Вторая номинация – это «Фристайлинг». Во время фристайлинга к нему допускаются только аквабайки. Аквабайки спортсмены выполняют различные трюки. Это прыжки, кувырки, зависание в воздухе и так далее. Впервые ли в городе проводятся такие соревнования? Нет, это ежегодное мероприятие, оно приурочено как раз-таки дню города Ростова-на-Дону. Это открытый Кубок Юга России. Съезжаются спортсмены из разных городов. В этом году у нас однозначно уже заявлены спортсмены из Сочи, Новороссийска, Краснодара. В этом году ожидаются гости из других городов. Количество участников примерно, а вот на сегодняшний день сколько вы ожидаете? На сегодняшний день у нас уже заявлено 20 спортсменов. И также мы приглашаем жителей Ростова-на-Дону, у кого есть своя собственная техника, кто любит этот активный отдых на воде, приехать к нам и принять участие в этих соревнованиях. Соревнования открытые. Вы говорили о том, что есть защита, нужна специальная для этого. Это можно все у вас сразу приобрести или же все-таки собой? Нет, если спортсмен хочет принять участие в данных соревнованиях, он должен быть подготовлен. В первую очередь у него должна быть своя мототехника, либо гидроцикл, либо аквабайт. Во-вторых, полностью защитная экипировка, которая нужна по технике безопасности. Обязательно очки, обязательно шлем, гидрокостюм. Хотя погода ожидается теплая, но это техника безопасности для данного вида спорта. И еще одно требование. Он должен до 13 сентября отправить заявку нам в оргкомитет. То есть он должен позвонить, сказать, я хочу принимать участие. Полный инструктаж получает и приступает к соревнованиям. Ограничения, может быть, возрастные или еще какие-нибудь есть? Да, данным соревнованиям допускаются только совершеннолетние. Мы знаем, что помимо этих соревнований у вас на базе будут запланированы другие развлекательные мероприятия. Какие это? Фестиваль называется «Аквапозитив», и мы приготовили очень много позитивных событий. В 2 часа дня к нам придет парад парусного флота. Это будут большие парусные яхты, это будут маленькие парусники, это будут катера. В этот день все желающие смогут покататься на больших яхтах. На маленьких парусниках будет открытая школа яхтсменов. Вы сможете поднять сами парус, закрепить его, научиться вязать узлы специальные, поднимать якорь, поворачивать парус. Под руководством профессиональных капитанов вы сможете ощутить себя тоже капитаном. Или в будущем сможете улучшить навыки и стать владельцем яхты. Можно будет покататься на больших прогулочных яхтах. Будет открытый тест-драйв катеров. С профессиональными инструкторами на открытой воде можно будет попробовать управлять катером. Катера будут двух типов – скоростные и прогулочные катера. Также у нас будет конное шоу-программа. Всадники на лошадях покажут навыки владения лошадью, покажут трюки. После этого все желающие смогут покататься на лошадках, пообщаться с этими животными. А для детей что-нибудь запланировано? Это может быть и семейный отдых? Это, конечно же, семейный отдых. Для деток у нас подготовлена целая программа. Их будет встречать Джек Воробей со своей бригадой. Он проведет с ними незабываемые игры, веселые конкурсы. Для них будет работать художественный сектор, где они смогут разрисовать гипсовые фигурки, взять их домой на память. Для них подготовлена интереснейшая фотосессия на большой яхте с алыми парусами. Судно так и называется – «Алые паруса». Это будет пиратская фотосессия, где при входе на яхту дети будут перевоплощаться в маленьких пиратов и под руководством больших пиратов. Они смогут познакомиться с яхтой, сфотографироваться и так далее. И расскажите, Наталья, еще дорого, это недорого, вообще платные услуги или бесплатные? Вход на мероприятие стоит 300 рублей, билеты сейчас находятся в свободной продаже. Для детей до 12 лет вход абсолютно свободный. Это именно семейный праздник. Мы приглашаем родителей с детьми прийти и окунуться в атмосферу аквапозитива. Вместе с нами провести, может быть, последние теплые выходные. Погода нам обещает быть теплой, синоптики обещают. Может быть, это будут последние теплые выходные на берегу реки Дон в красивом живописном месте. И еще раз напомните, где тогда можно вас найти, где можно купить билеты? По ком-адресу или, может быть, ВКонтакте, в интернете? В интернете сайт компании Море Позитива. Можно купить билеты уже сейчас в офисе компании Море Позитива на Садовой 112. И мы ждем звонков на доставка билетов по городу работает. Это 298-40-44. Со скольки до скольки и где мероприятия, когда, во сколько? Мероприятие состоится 14 сентября. База отдыха «Мечта». Станица Ольгинская. Мероприятие начнется торжественно в 11 часов утра и продлится до 9 часов вечера. Спасибо, Наталья. Ну что ж, тогда не сидим дома, а отправляемся заряжаться позитивом, поболеть, посмотреть и самим поучаствовать в подобном фестивале и в других мероприятиях в честь Дня любимого города. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!